Вот как такое? Как? Как? Как это вообще может быть? Как? Не обращайте внимания. Люди продали дом вместе со своей собакой. Продали как ненужную вещь. Вот такая вот штукенция. Вот так вот он выглядит. Вот такой микрофончик. В общем, я бы с вами тут вот так вот нажала бы раз-раз. Привет, привет. Как меня слышно? А он, зараза, берет и не работает. Ребят, всем привет. Это уже третья попытка заснять видео, так как у меня помощница рядышком стоит. То у меня в глаз попал ее волос. Я застояла два часа, выбирала. То она просто решила в кадр залезть. Иди, иди сюда уже, звезда. Третий кадр не дает мне заснять. Ну что это такое? Смотрите на нее. Посмотрите на это, Тюда. Посмотрите на это, Тюда Юда. Не дает снимать, и все. Ее надо, все, надо ее кладить постоянно, надо ее нянчить. Да, Фрей? Куда? Ты так рвешься, так рвешься, а потом убегаешь. Ну что это такое, му? Ты такое? Ну беги. Куда ты побежишь? Куда? Куда? Ой, короткошерстная британка, да? Короткошерстная моя британочка. Все, вся квартира в волосах, твоей короткой шерсти. Я-то думала, короткошерстная будет без волос. Я по-другому себе это дело представляла. Посмотрите на нее. Посмотрите, какой сердитый я опять. Кто ты такой сердитый? Такая красивая. Ты такая красивая. Ну что, ну куда, 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 слезно, слезно. Ой, ой, куда, куда? Все, беги. Вот я села снимать. Она села вот здесь. Ей, понимаешь, ей нужнее. Посмотрите, что делается. И вот так вот постоянно. Рэй, можно я тут как бы поговорю с людьми? Можно мне с людьми поговорить? Или только с тобой надо разговаривать? Села вот и сидит, гладь меня. Вот гладь и все. Ладно, я буду ее гладить и с вами разговаривать. А то по-другому не получается никак. Ребенок не дает снимать. Так, ребят, сегодня хотела с вами как раз поговорить немножко про животных. Именно хочу рассказать вам немножко про видео, которое я увидела. Которое я посмотрела. А потом, я не знаю, наверное, уже с неделю, если не больше, и постоянно об этом думаю. Хочу послушать ваше мнение на эту тему. Но я не могу просто отпустить эту ситуацию. У меня настолько прям скребет, скребет. Вот как так можно поступать? Как люди так могут поступать? Вот расскажите мне. Смотрите, ситуация. Люди покупают дом. Соответственно, те люди, которые продают дом, собираются переезжать. Это я рассказываю про конкретный случай. Люди переезжают, но не куда-то из страны далеко, да, а переезжают по той же стране, где они, в принципе, и жили. Извиняюсь за шерсть. Это мы все Фрейка виноваты, если что. Вот. Люди продали дом вместе со своей собакой. Дома 4 года, собаке 3 года. Они купили маленького щеночка, получается. И продали как ненужную вещь вместе с домом. Вот как такое? Как это вообще может быть? Как? Не обращайте внимания. Это нормально. Это что бы я дома не делала. Это у нас просто радость, то, что мама пришла домой. Вот. Как вы считаете? Вот я не знаю. Меня просто раздирают все. Я, может быть, еще поняла бы, если бы переезжать куда-то, перелетать куда-то в другую страну, куда по каким-то причинам, но никак нельзя собаке. И то все равно. Но надо найти тогда родственника, которому отдать. Я не знаю, но что-нибудь придумать можно. Но как можно продать дом вместе с собакой? Я это замечаю все чаще и чаще. Я уже видела нескольких таких случаев, но этот случай меня просто раздирает все. Как можно взрослым людям взять и оставить собаку? Еще раз говорю, это не в другую страну. Это просто в одной стране, в другой какой-то город люди переехали. Как? Представляете, вот щенок, эта собака, несколько дней, я не знаю, дня три, как новые владельцы там жили, она ни в какой, не кушать. Она только скулит и скулит. У нее такой стресс. Она так переживает. Я считаю, что эти люди предатели. Это вообще просто слов просто нету, потому что у меня уже все выкипело, я уже столько выговорилась на эту тему, что невозможно просто. Ну вот как можно оставить? Как ненужную вещь. Когда приобретаете, когда заводите себе котенка, собаку, щенка, да, кого угодно, вы должны, я считаю, это мое мнение, ответственно к этому относиться. Это как ребенка родили. Все, вы без этого ребенка уже никуда. Это то же самое, что дом продать и, можно сказать, ребенка оставить. Это примерно так же. Как можно оставить свою собаку? Собаке три года. Это не щеночек, который, знаете, там недельку-две пожил, месяц, я не знаю, и два месяца, три месяца, что вот и новые владельцы. Это вот люди предали, вот так вот, оставили, как ненужную вещь. Ой, просто. Вот напишите, что вы думаете на эту тему. Я не представляю, как вот можно так. Я вот, честно сказать, честно вам по секрету скажу, не еду до сих пор, пока еще туда, куда я очень хочу, только потому, что я ищу, где есть гостиница, или если меня кто-то приютит с кошкой, или гостиница, то есть я уже не рассматриваю, чтобы отдать ее кому-то, посмотреть за ней, или я сразу вот, когда приобретала кошку, я сразу думала, теперь же все, везде с ней. Я не знаю, как мы куда-то когда-то отдыхать поедем, пока что, я не знаю, может быть можно там на недельку оставить родственникам, но так, чтобы совсем взять все, я не представляю. Вот напишите, что вы думаете, значит, этого. У меня просто, я первый раз посмотрела, даже плакала, потому что увидела, как эта собака ничего не ест, столько скули, скули, страдает, переживает. Это вот ее предали. Не буду больше ему дохать эту тему, потому что это реально больная тема. Очень, очень жалко собачку. И вот я говорю еще раз, что видела, как люди переезжают, я так скажу, что люди переехали из Германии, купили дом, а у них еще и собака. Так же самое я видела похожую ситуацию. Опять же, тоже переехали люди из другой страны. Купили дом, в этой доме уже есть кушки, собака, там собака еще старше, то есть там вообще предательство, просто как ножом в спину, наверное, потому что это невозможно. Но слава богу, в той и во второй семье были маленькие дети, и я так понимаю, что собака нормально себя чувствовала, но все равно. Ой, все, ладно, от этой темы ухожу, потому что сейчас опять реветь начну, не хочу больше. Все. Напишите ваше мнение на эту тему. У вас когда-нибудь было такое, что вам пришлось оставить свое домашнее животное, вот собаку или кошку? Я понимаю, когда есть причины, понимаете, или хозяин умирает, или еще что-то, да? Можно же понять, да? Но так, чтобы вот так продать дом, я, конечно, не осуждаю, мне просто очень-очень жалко собаку. Очень-очень жалко. Так, еще хочу рассказать в этом видео. Вчера мы ездили в Ригу за покупками, кое-какие большие, кое-какие большие, в общем, кое-что приобрели, и в том числе там был вот такой вот микрофон. Мы купили в Евроник, не, не в Еврониксе мы купили. Мы купили. Где, напишу. Смотрите, какой маленький, сколько стоит. Перед сюда я нашла. Как вам такой телевизор? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В общем, спицы. Купили микрофон вот такой вот. Он прикольный. У него есть этот датчик сенсорным, ты дотрагиваешься, он отключается. Ты нажимаешь, ну, просто подносишь руку, он сразу же включается. В общем, он горит вот таким красным цветом, такой вроде, весь такой удобненький, красивенький. Но, почему-то, у нас он не включается. Наш PlayStation, или как, наша приставка не видит его. Вот, но никак не видит. Возможно, посмотрит сейчас какой-нибудь профессионал и подскажет, как его можно включить. Не знаю, что с ним не так, почему. Мы посмотрели кучу роликов, посмотрели, перечитали кучу информации. Там написано, вытащил, включил, точнее, распаковал, все подсоединил, включил, все, работа, он горит. Он как будто бы включен, но PlayStation сам, приставка, не видит его. Что это такое? Вот эта штучка стоит в районе 120 евро, примерно 120 евро, там, с копеечками. Вот. Прикольный такой микрофон, но почему-то не работает. Расстроились. Будем пробовать еще подключить, если не получится, повезем, будем сдавать или менять на какой-нибудь другой. Сейчас покажу, может, как он выглядит. Вытащу, может быть. Вот такая здесь удобная упаковка, видите, со всех сторон он тут закрыт, поэтому сейчас отключусь и достану его быстренько. Вот такая вот штукенция, вот так вот он выглядит, вот, такой микрофончик. В общем, я бы с вами тут вот так вот нажала бы раз-раз, привет-привет, как меня слышно. А он заразу берет и не работает. Тут к нему вот идет вот такой проводок, один сюда и один в приставку или в компьютер. В компьютере он вроде как включился, но тоже с проблемами. То есть тоже не просто так, через, я так поняла, ОБС. Вот. Так просто он тоже не включался. Что это такое? Почему у многих включается? Даже ребенок сел и рассказывает. Так, ребят, рассказывает. Берешь провод, включаешь, втыкаешь в приставку и все, заработал. У нас же почему-то приставка его не видит. Почему? Не знаю. Попробуем разобраться. Если разберусь, вам расскажу, что это было, почему так. И, кстати, это уже второй. Один мы уже сдали, сегодня съездили, сдали, поменяли на точно такой же и тут такая же ерунда. Видимо, проблема не в нем, а все-таки в приставке. Видите, тут вот регулируется громкость. Весь такой аккуратненький, компактненький, видите, такой прикольненький. И это все подсвечивается красным цветом. В общем, нажимаешь, светится, говоришь. Потом второй раз подносишь руку, он гаснет. Все, значит, отключен. В общем, прикольный микрофончик, жалко, что не работает. Как-то так, видите, как. А дни расстройства. Погода у нас тоже. С сегодняшнего дня пошел опять снег, опять возвращаются холода, так что будем опять утепляться. Только-только все растаяло, прошли дожди, и сейчас все время опять снегу, морозу, метелем, в общем, зима опять вернулась. Как-то так. Ладно, ребят, слишком длинное видео получается. Рассказала вам, все время, видите, такая видео, говорящая голова. Рассказала вам о наболевшем. Рассказала, что микрофон не работает, и собачку бросили. Бросили собаку, люди. Вот так вот. Ладно, все, всем спасибо большое за просмотр. Ведь мама, мам, маму зовет. Сейчас иду, Фрейчка. Спасибо за просмотр, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok